добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение недельных лавторы и сегодня у нас новая глава называется намасей 40 лет пустыни 42 перехода для чего нужно было перечислять эти переходы пишет раши чтобы показать все события чтобы ничего не забыли что они нам всегда напоминали что было с нами пустыне чтобы мы реагировали на это правильно чтобы мы делали выводы из этого и всегда были в состоянии соблюдать заповеди и ни в коем случае не отходить от них начинаем вышли цены израиля из рамзе савсукот вышли мы 15 ниссана вышли мы по разным коленом то есть мы вышли не толпой организованно вышли по ополчениям их написано написано что вышли из рамсеса сукот мы знаем что мы жили в стране рамсес и всевышленные дети никаких чудес чудеса были до этого всевышний казнил египет десятью казнями это мы все видели мы перестали быть рабами но этот шаг был непростой люди которые были рабами они родились рабами и теперь надо было выходить из страны за территорию когда которую мы никогда не выходили мы не имели права это у нас очень было тяжелое положение и мы это сделали хотя наши мудрецы пишут нас было около 20 миллионов вышла пятая часть очень ценный этот переход потому что без чудес вышли прошли из рамзе савсукот и уже на стоянке сукот всевышний подарил облака славы после этого мы уже были защищены мы уже видели реально что облака славы не давали сильному солнцу нас сильно полить мы хорошо себя чувствовали как кондиционер сделал всевышний мы все 40 лет жили в идеальных условиях после сукота мы вышли в и там написано что всевышний не повел нас страну плешким потому что короток этот путь и повел нас во вход вышли из индама пришли к пегахероту и остановились станом в мигдоле фараон увидел что заперла нас пустыня он видел что мы стоим он понял что бальц фон идол который находился в этом месте где мы расположились он понял что у нас у нас может теперь вернуть назад всевышний совершил суд над теми идолами египта он их всех уничтожил разрушил этот идол севера он понял что он имеет силу над нами и мы стоим возле него а мы стоим в самом деле перед мигдолем там был маленький городок или башня где мы находились народом ему доложили его лазучники что так то и так то что идол нас задержал фараон собрался гонится за нами всевышний сделал стол огненный стол обличный разделил сынов израиля с египтом и наутро всевышний глава моря сильным восточным ветром говорит идите и написано что вышли из гахерота то есть пришли к пегахероту вышли из гахерота куда-то это пи делась нам не пишется но очевидно можно предположить что идола бальц фон он также разрушил как и остальных идолов и написано прошли среди моря в пустыню шур это глава бешалах а здесь на мосей и шли три дня по пустыне и там там написано что вышли пустыне шурши 3 дня по пустыне а здесь вышли в пустыню и шли 3 дня по пустыне и там возможно шуры и там это одно и то же место возможно это разные места в одной синайской большой пустыне мы не знаем но очевидно можно представить все равно это одна большая синайская пустыня к нашему 30 говорят и все эти пустыни которые были в за эти все 40 лет это все одна большая синайская пустыня мы не ошибемся после этого написано что пришли в мору воды нет воды нет что делать мы должны молиться всевышний просить воду он даст воды тут вода горькая есть пить невозможно мы начинаем роптать на маше ты нас вывел изгибта ты виноват маше молится всевышнему всевышний говорит брось дерево в воду и будет вода прекрасная маше бросил дерево в воду была прекрасная вода мы пили все хорошо у нас после этого всевышний сделал переход мы перешли из моры пришли в элим и здесь 12 источников воды 70 финиковых пальм каждому колену по источнику воды каждому старейшины по пальме у нас было 70 старейшин это бывшие египетские насмотрщики евреи которые работали на фараона которых угнетали египетские надзиратели потому что они не заставляли нас давать ту норму которая была до того как мы начали собирать для себя сами солому в общем теперь они вознаграждены каждому старейшинам пальме они сидят принимают нас на все вопросы мы задаем им здесь мы отдохнули и потом опять пришли к морю суф очевидно тот медраж который говорит что мы собирали богатство сколесниц уже они были усеяны золотом драгоценными камнями мы их пособирали и потом пошли от моря суф пришли к пустыню син пустыня это тот же синай просто когда мы получим 10 заповедей на горе синай буква ют маленькая означает 10 добавляется и будет у нас синай после этого мы пришли на стоянку довка довка это переводится забились сердца при виде голодной смерти закончилась маца написано что сына израиля ели мацу 30 дней то есть получается мы вышли 15 нисана вот через месяц наверное 15 я после этого мы просим бросим еду и всевышний нам дает ман и называла эту стоянку алуша алуша а врагам и сара замесили тесто луши на иврите для ангелов которые пришли так бутника пришли мы с вами знаем и вот он их угощала на тесто замесили за эту заслугу всевышний признает нам ман пища которая невероятная она для праведника просто что захотел то во рту и оказалось люди которые меньше верили меньше соблюдали то и не такой хороший вкус был а кто вообще не хотел ничего то ему приходится очень далеко его собирать от шатра и тяжело его молоть и очень тяжело его готовить и такого вкуса не было шикарного в общем мы получили этот ман и мы еще просили мясо потому что мы хотели мясо всевышний прислал вечером перепелов налетели перепела а утром дал ман то что наши мудрецы говорят с происходит вечером всевышний нами был не очень доволен а то что утром это все законом действительно не было с хлебом мы просили ман если бы хотели мясо мы могли бы резать животных которых быстро весьма много скота мы вывели с собой из египта после этого мы пришли в рефидим опять испытание водой воды нет что нам делать мы же понимаем что в море мы неправильно поступили что роптали на маше мы опять начинаем роптать на маше мы требуем дай воды ты виноват ты вывел из египта маша говорит смолился мог очень много не побьют меня камнями всевышний говорит возьми посох и подойдем к скаленных глазах стукни по скале и пойдет вода маша так и сделал пила общество всход все хорошо нам мало мы давай дальше мы говорим если бог среди нас или нет это уже были страшные слова после всех чудес у нас чуть за вокруг у нас небо хлеб у нас птицы прилетает невероятно откуда у нас мясо появляется у нас море открывается перед нами чудеса неимоверный кром пришел амалек с огромного расстояния прибежал начал убивать единственный случай пустыни когда кто-то из других людей нас убил убивал тех кто отслабый отстал его шо выходит на войну весь народ с ним и это не было легкой победой ничего и что делать не может маша держит посох обращается ко всевышнего когда маша держит посох обращается ко всевышнего побеждает и гоша как только руки не ослабевают побеждает амалек огорон и хур взяли подложили под маша камень сами с ним держали его с посохом и написано и ослабил его шоу амалека силой меча были убиты люди да ничего не могли сделать не поняли после этого мы приходим в хорев местность где находится гора синай здесь мы знаем события мы подготовились и 6 сивана получаем 10 заповедей две первые заповеди мы сами слышали я бокс и сильный ваш и 2 это не будьте других богов 1 западе означает 248 повелений 2 означает 365 запретов вместе это 613 западе и торы мы не могли дальше слушать мы попросили маша чтобы он говорил то души наши повылетали мы боялись что мы все умрем остальные заповеди нам передал уже маша после этого маша поднимается на гору получает тору от всевышнего мы не дождались пишут наши мудрецы один день просчитались не могли это выдержать требовали тельца сделать агрон пытается что-то сделать пытается говорить никто не его не слышит хур говорит это идлопоклонство никакого тельца мы делать не будем и вот тут же забили камнями хур это племянник маше и племянник агрона он сын мирьям и калева убили агрон понимать если он продолжит таком же духе его убьют всевышний народ не пожалеет народу конец агрона говорит возьмите серьги у ваших жен дочерей снимите давайте будем делать он решил взять вину на себя если он будет делать лица то он будет один виноват а народ останется целый и он решил тянуть время думал обрабатывать медленно изготавливать то все и маша вернется с горы не тут то было с нами вышли два египетских волхва которые смочи колдовства и с мальчиком вместе мальчика звали миха которого маше спалка фармон замуровал в стену они сделали этого тельца быстро маше вернулся еще даже возвращается всевышний говорит что раслился твой народ который вывел из египта а у маше в руках к скрижали каменные маше понял что на что-то делать он понимал что раз народа слился и спели уже и песню в общем все сделали начали заниматься страшными поклонствам маше решил ну что если он сейчас придется скрижалями то всевышний с народом расправиться маше выпрашивает прощей народа а сам бьет скрижали нет документов значит нет дела он решил взять вину на себя пусть сам погибнуть народ будет целый тоши агарон маше это сделал пришел в хстан увидел что народ распустился распустил его агарон то есть они даже оргию там устроили это страшное дело что они там сделали в общем маше говорит то за бога ко мне стали все ревиты и он говорит казните виновных в этом деле все кого они знали они казнили около трех тысяч человек остальные же не знали кто собирал эти деньги на тельца что делали маше берет этого тельца растер его в порошок и вбросил его этот порошок бросил его в ручей иссякающий с горы и весь народ пил кто бы виноват умирал страшных муков как испытание сотой которую мы читали женщина которая подозревается в измене после этого маше под горой сорок дней просит прощения у всевышнего всевышний прощает в очередной раз маше поднимается на гору и получает опять тору разъясняется ему заповеди в емкий пур 10 тише и он спускается с горы это все событие вот возле горы синай спустился с горы лицо и у него светится он это даже не знал народ испугался в общем казалось все хорошо мы строим храм освящаем храм после этого мы выходим от горы синай все вышли идите идите в страну не успели мы далеко уйти пришли в одно место и начали мы требовать пищи которые вожделели и возгорелся огонь всевышнего и жоган край стана как мы читаем главе биалатха и назвали это место тавыра пишется лучших израиле поверх действительно после этой тавыры и то что дальше произошло мы вообще имена вождей которые названы в книге бамид бар в первых трех главах больше мы ни разу в тот день не упоминаем погибли они мы видим что нам это не помогло хоть хоть и изжог край стана мы начали поняли что наглости у нас не получается мы начинаем плакать кто накормит нас с мясом все вышли будет есть мясо не день не два не пять не десять двадцать целый месяц пока созрение было и мудрецы не говорят был мор и погибли сразу две как все вышли стал месяц так месяц и было после этого всевышний говорит идите простил идите 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 в страну которую сказал мы говорим мы боимся мы боимся мы не знаем что там и давайте пошлем разведчиков маша обращается всевышнего всевышний говорит ну если надо пошли от себя людей маша выбирает самых лучших вождей и отправляет разведку двенадцать колен двенадцать вождей среди них идет калев сын ефуна из колена ягуды и егоша сыну на колено ефраима и так дальше играть и оси фа из колена и сахара и так дальше пошли в разведку и поняли что если они сейчас пойдут в страну то могут уже перестать быть вождями а лучше быть вождем пустыни чем простым человеком в стране которую нас всевышний ведет потому что маша мы знаем по пророчеству что его не будет нас не ведет страну а новый вождь уже поставить своих вождей мы перестали вождями так пишет метраж и поэтому решили оттянуть время прихода в египет сговорились между собой калев не хотел их слушать пошел молиться на могилу праотцов пещера махпела хеврон пошел молиться после этого мы приходим с разведки приносим фрукты невероятных размеров там были фрукты огромные кисть винограда которые пишут они несли на плече вдвоем на самом деле пишет метра что вносили восемь человек другая метра шестнадцать человек кисть огромная грозь была мудрецы 960 c это около тонны конечно мы увидели такие плоды и они сказали что прекрасная страна на усилен народ люди великаны мы не можем на них идти мы испугались поверили мы не маше не всевышнему поверили а поверили мы разведчикам и они говорили казалось всю правду но можно сказать всю правду она будет ложью как пишет трамбам благословенной памяти пишет что может быть злодеем в рамках торы но всевышний говорит что они возносили злую молву на страну которую вы смотрели и поэтому 10 разведчиков они погибли их не стало после этого маше сказал что всевышний вами недоволен мы вдруг вдруг мы осмелели мы говорим мы поднимемся в эту страну коврицы выше и будем воевать и пойдем сейчас на войну может не поднимайтесь вы погибли ковчег с вами не пойдет свыше не пойдет мы которые только что там алека настрадались дни прошли не годы он нас убивал мы ничего против него сделать не могли мы идем на него мы идем казалось без благословения идем против него и против амалека и против Кноанеев 31 Кноейского царя если мы посмотрим еще главу дворим то идем и против эмарейских двух царей против там получая маа в них ходит то есть чуть ли не мировая война против амалека конечно у первого чем мы это идем как это можно пойти если мы неверующие люди которые не верим во всевышнего и тут мы проявляем невероятную веру мы идем и все будь что будет то есть получается нас должны просто сейчас убить никто в живых не останется мы идем значит мы понимаем что что нас свыше защитит мы понимаем ситуация как у лота было мы вспомнили пришли два ангела они взяли растерзать этих ангелов там там изнасиловать лот говорит делайте с моими дочерьми что хотите он понимает лучше у него ангелы в доме что ему ничего не будет насколько он понимает ситуацию и действительно и он спасли мы тут тоже мы хорошо понимаем ведем мы себя плохо но знаем кто наш бог мы хорошо себе это представляем казалось люди неверующие как всевышний говорит ворот подлый жестоковыйный но хорошо знаем что наш папа нас не оставит мы идем в горы пошли сражаться быстро вышли мра и и били нас как делают пчелы в общем и вернулись вы и плакали хорошо что значит пчелы почему всевышний написал шершень шершень убивает а пчела она жалит сама погибает и так всевышний сделал они погибали а мы покусанные вернулись и всевышний говорит невзирая ни на что что вы понимаете теперь кто я вы понимаете кто ваш бог вы хорошо это понимаете это видно по вашему поступку ни один человек из вас не погиб но в пустыне вы будете жить сорок лет за вашей проделки и все какие бы не были ну что пошли дальше вышли из этой ритмы разведка называется пустыня паран еще называется кодеш барна в главе двори идем и дальше пришли мы хацерот мирям поражена проказой и даже до этого было хацерот даже до ритмы неважно было это хацерот за то что мирям говорила против кушитки которую взял наши в жены говорила на шонара то что не надо говорить казалось бы говорила то что она видела правду но нельзя говорить присутствие третьего человека она роду рассказала что машетам что-то у нее не те отношения женой как положено и мы знаем что всевышний собрал их всех троих и сказал что вы зло сделали против маши то есть она распустила злую молву всевышний поразил ее проказы агрона тоже но агрона сразу убрал проказы чтобы не позорить первосвященника а мирям была покрыта проказы как мы видим последней стадии пишет а если покрыла проказа все тело с головы до ног сколько могут видеть лазакойна она чиста это что сказал всевышний подождет 7 дней потому что если б отец ей плюнул в лицо не скрывалась бы она 7 дней так если бы это была проказа такая еще действующая то она бы 7 дней контроля потом еще 7 дней потом определилась нет всего 7 дней это контрольные были 7 дней и все значит она была сразу извлечена просто 7 дней мы ждали пошли дальше то есть потом это же ритма это где мы в разведку пошли потом пошли в ремонт-перец нам неизвестно Стоянки, что на них происходило. Потому что только названия остались. Потом Ливна, потом Риса. Вот Кегелат. Кегелат. Восстание Караха. Караха восстает. Он понимает, что богатство, которое он вывел из Египта. Он был там главным казачьем страны, как пишет Медраш. Когда Всевышний сказал, берите у египтян долг. Вещи серебряные и золотые. Он взял весь золотой фонд страны. Ему отдали. И вот он думает воспользоваться. Будет богатым человеком. А он не может воспользоваться. Уже 40 лет в пустыне. Что же он себя железяки будет тягать? И он пытается поднять восстание. Ищет несправедливость. Говорит, я должен быть на этом месте. Потому что Эльцефан Самузиэля. Он, получается, должен быть после меня. А я как сын второго сына Изгара. Потому что Машей сын первого сына Амрама. А я второго. А Узиэля сын четвертого сына. И поэтому он считает, что он должен быть первосвященником. И он это пытается сделать. Пытается свергнуть власть. То есть бьется за первые души в стране. Старается. Всевышний это ему не дал. Делает величайшее чудо. Он его загоняет с его сообщниками. Татаном Аверрамом. Семьями. Загоняет под землю. В преисподнюю. И написано, что живыми в преисподнюю сошли. Не просто умерли их. Похоронили они, а потом пошли в ад или в рай. Именно в преисподнюю с живыми. Какая-то невероятная казнь с ними произошла. А людей, которые были его сообщниками, Всевышний сжег. Но они получили будущий мир. Потому что они соблазнились на слова Караха. Думали, что они более заправое дело. Но их смерть их искупила. Все, что они делали не так. 250 человек погибло. Потом был морд. 14700 человек. Только, наверное, 1015 как минимум погибло. После этого события с Карахом. Мы пытались что-то делать. Всевышние чудеса дополнительные делает. Берет посохи. 12 посохов от колен собрал. И написал на каждом посохе имя вождя. Родначальника колена. И сказал, какой посох расцветет. Того и должность первого священника и будет. И развел посох Огрона. Чудо невероятное. Созрели почки на нем. Листочки, цветочки и миндаль. И все одновременно. И это за одну ночь на одном посохе. Это чудо было невероятное. Это похлеще, чем выросли цветочки на сухом пенечке. Чудо такое, что все успокоились. Когда увидели этот посох. Это уже было что-то невероятное. После этого нам неизвестно, что происходило в этих стоянках. Гаршифер, Харат, Магилот, Тахат, Тирах. Тирах может название, потому что отца Авраама звали Тирах. Мы не знаем. Потом Митка. Равы Сказибра в Волосевной Павлии говорит, что там вода была прекрасная. Сладкая вода. Был Хашмон, Амасирот. На Масирот еще вернемся. Потом был Бнеякан, Хорайдгат, Гаршифер, Харат, Магилот. Так, сейчас я вспомню. Тахат, Арамит, Хашмон, Амасирот, Бнеякан, Хорайдгат, Гаршифер. Потом Аврона, потом Сионгевер. И потом пустыня Цин, она же Кадеш. И умерла там Мирьям. Вот так. Умирает Мирьям. Мудрецы говорят, что это было 10-го Несана. Последний год пустыни, 40-й год. Колодец пропал. Воды нет. Мы все, мудрецы Торы, учили Тору. 40 лет. Буквально в этот момент пока 39. Ну, из первых уст. Из Маше, Агарона, Елизара, Тамара, Егошева. Мы уже ученые люди. Мы должны были молиться Всевышнему, чтобы Всевышний дал воды. И мы опять не выдерживаем испытания. Мы просим воду. И вывели Маше из себя. Маше молится Всевышнему. Всевышний говорит, возьми посох на глазах у народа, подойди к скале и с крыши вдала воду. Маше подходит к скале и говорит нам, слушайте строптивы, не из этой ли скалы излечь нам для вас воду. И бил по скале два раза. Первый раз вода засочилась. Мы говорим, вот этим ты хочешь напоить весь народ и скот. Маше ударил второй раз. Всевышний пожалел, пошла вода, пила общество и скот. Но Всевышний говорит, за то, что вы не осветили имя Мое в глазах всего народа. То вы теперь умрете здесь в пустыне и не перейдете через Иордан. Это действительно страшное известие. Нам, конечно, трудно понять, почему они удостоились этого. Просто мы знаем, что Всевышний сказал, что они неправильно поступили за это. Мудрецы говорят, ну, может за то, что сказали, слушайте строптивы. Может за то, что бил посохом по скале. Но Маше нам говорит, из-за вас на меня разневался Бог и сказал, ты тоже не войдешь в страну и ты умрешь здесь. То есть мы довели его, мы виноваты. В конце концов, по-другому это не поймешь. После этого мы идем, идем к границе Исава. Это возле горы Гор. Мы просим Исава пропустить, пройти через его страну. Ему говорит, брат, в Израиле иду, пропусти нас. Всевышний запретил воевать с Исава. Нападать на его нельзя. Мы просто попросили, если будем у тебя воду брать, то мы уплатим серебро за воду. Мы все будем делать, то, что ты скажешь. Пойдем по проложенной дороге, пройдем и все. Он говорит, нет. Я с мечом выйду, вышел на смеченную встречу, и мы не имели права идти. Всевышний говорит, говорит Огрону, приобщиться Огрон к народу своему. Это уже пятый месяц. Первое число пятого месяца взошел Огрон Маше и Елизарствен его на гору Гор. И переодевает Маше Огрона, одевает его одежду Елизару, сыну его. И он умер божественным поцелуем, без страданий. Так умирает Мирьян, так потом вследствие умирает Огрон Маше. Легкая такая смерть. Они это заслужились. В общем, это произошло в пятый месяц, первый день месяца. Огрону было 123 года, когда он умер на горе Гор. И стал служить Елизар, сын его, вместо него. Похоронили его. И оплакивал Огрона весь дом Израиля. Если Маше оплакивали все сыны Израиля, то весь дом Израиля. Потому что его любили все. Он был миротворцем, он всех смирил. Он никому не относился. В общем, все с любовью. Мирил всех. Люди поссорились. Он подходил и говорил, сожалеет твой друг, что ты с ним поссорился. Тому тоже подходил. Не знает, как тебя встретить. И обнимались. В общем, после этого мир наступал. Он мирил между мужем и женой. Ему прощалась эта ложь. В общем, Огрон умирает. Кнаней царь Рада увидел, что когда умер Огрон, в честь которого были даны эти облака славы, облака отошли. И он понял, что можно нападать, нас убивать. Наши мудрецы говорят, это был Амалек. Он переоделся в канонейскую форму. И напал. И победил нас. И захватил пленных, пишет Раши. Раши пишет одну рабыню. Но мы боимся воевать. Новое поколение. И мы решили вернуться. Когда-то мы сказали фразу, давайте выберем новых вождей и вернемся в Египет. Зря ничего говорить нельзя. Мы вернулись. Мы вернулись на семь переходов назад. Это восьмая стоянка отсюда, от горы гор. Восьмая стоянка. Она и называется Масрут. Левиты с нами погнались в святое колено. Пытались нас свернуть. Началась война гражданская. Брата убийственная. Перерезали друг друга. Мы об этом говорили не раз. Семь семей из сынов Израиля были убиты. Их не хватало в Виппенхасе, если мы посчитаем. И четыре левитских семьи тоже были убиты. Их тоже не хватает. Получается, левиты нас свернули. Такими страшными событиями, войной. Вернулись мы и говорим Всевышнему. Отдай нам этих врагов. Если ты отдашь, то я посвящать буду тебе все. В общем, Всевышний нам отдал этого Амалека. Это была война выигранная. Победили его. Не ослабил силой меча Иошу Амалека, как это было в Рефидиме. А уже полностью мы его здесь побеждаем. Амалека. Мы обходим гору Сиер после этого много дней. И вышли, пишется Агрегор, пришли в Цальмону, пришли в Пунон. Опять начал роптать народ. Начал роптать народ, недовольство проявлять свое. Ропот начался. Недержим опять испытания. И наслал Всевышний на народ ядовитых змеев, сарафов, которые горячим ядом жали и убивали. Наши мудрецы пишут толщиной с бревно. Реально убивали. Мы пришли к Маше и говорим, мы согрешили перед Всевышним, перед тобой. Убери змеев. Просил Всевышнего брать змеев. Маше молится Всевышнего. Всевышний говорит, возьми, сделай змея, укрепи его на шест, и каждый взглядит на змея, выздоравливать будет после укуса змей. Маше сделает медного змея, вырубил, прикрепил на шест. И когда мы молились Всевышнему, мы видели перед собой изображение этого змея, потому что, как змей пускает яд своим языком, то также и мы пускаем своим ртом яд, когда мы ропщим. И чтобы нам это знали. И Всевышний змеев не убрал. Теперь, когда змеи кусали, нам было больно, плохо, но мы выздоравливали. Вот так это было. Теперь пришли в овод, вышли из овода, пришли ей и говорим, что границы мало, и вышли из гима. То есть, какие-то события произошли. То есть, мы уже говорили, пиха херот стал херотом, и говорим, стал гимом. Значит, какие-то события. Впечатление от текста, что это же степи Моава, что здесь мы сразились с эмарейскими царями, с Сихоном и Огом. Победили их. Мы знаем эти две войны с великанами, воины Всевышнего, где никто не погиб, ничего. Мы просто их победили. Забрали землю царей эмарейских и попал туда Моав, который был порабощен давно уже царем эмарейским Сихоном. То есть, нам эта земля досталась. Дальше, что идет у нас. Пришли в Дивангад. Из Дивангада пришли в Альмон Девлатаем. Потом пришли к горам Маврим, что пред него. Это горы, где впоследствии умирает Моше. И пишется, расположились в степях Моава у Иордана напротив Ирихона. И расположились от Бейд Гайшимота и Двабель Гашатима в степях Моава. Это последняя стоянка. Страшное испытание. Мы знаем, что Балак пытался нас проклять с помощью пророка Беляама. У него это не удалось. Все его попытки превращают в благословение. Мы это знаем. Беляам, когда уходит, советует Балаку совратить нас на служение идолу Баальпиору. С помощью своих дочерей. С помощью своих жён. В общем, им это удается. То, что мы с вами читаем. И нас совратили. И начался страшный мор и Пенхаз. Он был внуком Агарона. Он остановил мор. Дошло до чего, что вождь колена Шимона, земли сын Салул, взял себе принцессу Медьянскую, Казмий. Казмий, дочь Сура. Наши мудрецы говорили, что это был Балак. Свою дочку он не пожалел для этого. И пошёл с ней в шатёр. Назад у всех. Прелюбодействовать. Маше пытался остановить. Он говорит, ты сам женатый на Медянитянке, что это мне нельзя. Его не интересует, что кто-то гюр проходит или что-то. Не интересует. Маше не знает, что делать. Не знает, какую галаху применить. А Пенхаз вспомнил о ревнителе и пошёл их казнил на глазах у всех. И когда они были вместе, он их проткнул копьём так, чтобы копьё прошло через половые органы. Он выносит их шевелящиеся тела на копье. Всех на глазах. Во двор. Все это увидели. И Морв Всевышний прекратил. И Всевышний для Пенхаза поменял закон Торы. То есть никто не может стать Коэном, если у него папа не Коэн. Это невозможно. Элязар, он Коэн. Но Пенхаз родился до того, как его Коэном назначил Всевышний. И получается, он был левитом. И Всевышний говорит, для него будет издан закон, издаётся, он получает вечное священнослужение. Пенхаз, внук Агрона, сын Элязара Коэна, получает статус Коэна. Он становится Коэном. И даже мы знаем после своего папы Элязара, когда его не станет, он будет тоже первосвященником. Вот так. Мы пересчитали, сколько нас осталось. Нас осталось на 1730, а при первых двух пересчётах было 603550. Не намного меньше, но если бы мы не сотворили то, что мы сотворили в этой братоубийственной войне, и с этими змеями, и с... теперь этими событиями шитими страшными, 24 тысячи потеряли, то, конечно, было бы больше. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Рок был танцем за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хаям Малка бен Йосиф, Мира бен Аврагам, Роза бен Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Надежда бен Йосиф, Здоровье Светлана бен Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бен Ривка, Полина бен Соня Сура, Лена бен Клара, Женя бен Ида, Анна бен Елена, Евгений бен Софья, Двоера бен Мирям, Моисей бен Ева, Ирина бен Двоера, Йосиф бен Раиса, Инесса бен Моэль, Евгений бен Берта, Евгений бен Ида, Фира бен Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Датьяна, Юлия бен Белла, Мазмал Парнаса Сгула, Ирина бен Ри, Аронария бен Ри, Загоросший дух Аронария бен Двоера, Денис бен Нахум, Авигаль Бак Сара, Парнаса и Бриют, Владимир бен Рая, Марина Батрая, Борис бен Мария, Всего хорошего, Олегу Марченко, Делитесь этим видео с друзьями, кто желает, чтоб за него мы упоминали, вот за его упоминали мы после чтения Торы, вот мы говорим кому за здоровье, кому что нужно, пишите имена, имя отчества, если за здоровье имя и имя мамы, будем стараться, будем стараться говорить о них, так что до следующих встреч, всем всего самого наилучшего, я надеюсь это будет завтра в 15.30.